Мировые религии утверждают, что человека создал Бог. А теория эволюции говорит, что люди произошли от обезьян. Чему мне верить? А что тебе ближе? Если двигаешься вперед, выбирай Дарвина. Если едешь на задней передаче, выбирай Бога. Это два разных способа сделать одно и то же. Садгуру, я студент, занимаюсь наукой. Мировые религии утверждают, что человека создал Бог. А теория эволюции говорит, что люди произошли от обезьян. Чему мне верить? А что тебе ближе? Я человек и думаю, что произошел от людей. Видишь ли, если ты едешь на задней передаче, тогда выбирай первое. Верующие люди говорят, что вы произошли от Бога. И раз уж вы двигаетесь в этом направлении, лучше не выбирать движение в сторону обезьяны. Возвращайтесь назад к Богу. Но если вы планируете эволюционировать, то лучше выбрать Дарвина. Ты еще можешь эволюционировать или уже и так сверхразвит? Скажи мне, еще есть куда развиваться? Если есть куда развиваться, значит, есть вероятность, что ты можешь стать лучше, чем сегодня. Итак, если вы двигаетесь вперед, выбирайте Дарвина. Если едете на задней передаче, выбирайте Бога. Да, потому что если вы хотите идти по этому пути, то нужна преданность. Слово «преданность» происходит от слова «растворение». Вы хотите раствориться в объекте своей преданности, чем бы он ни был. Вы хотите раствориться в нем. В некотором смысле, это способ делать себя меньше и меньше, пока вы не станете буквально ничем. Это прекрасный способ жить. Если выразить это словами, то желание становиться все меньше и меньше звучит не очень хорошо. Но когда вы действительно становитесь ничем, вы также становитесь безграничными. Преданность – это один способ. Но вы лишены этого, потому что вы получили современное образование. И начинаете мыслить логически. Если мыслить логически, то, естественно, можно понять, что жизнь на этой планете развивалась. В этом нет никаких сомнений. Поэтому, если хотите двигаться вперед, вы должны понимать, что прямо за вами обезьяна. Один шаг назад, и вы окажетесь там. Лучше бы вам побыстрее двигаться вперед. Потому что сегодня некоторые ученые говорят, что разница в ДНК между вами и шимпанзе составляет всего 1,23%. 1,23% – это не такая уж большая разница, не так ли? Так что, если вас не устраивает 1,23%, вы должны ускорить свою эволюцию. Вся система йоги посвящена именно этому. Как ускорить свою эволюцию? В каждом измерении того, кем вы являетесь, как ускорить этот процесс? Раз уж вы заговорили об эволюции, что бы ни говорил Чарльз Дарвин, коза могла стать жирафом. На это ушло много миллионов лет. Свинья могла стать слоном, и на это ушло много миллионов лет. Обезьяна стала человеком. Причем это произошло довольно быстро. Настолько быстро, что антропологи говорят о том, что где-то должно быть недостающее звено. Это произошло очень быстро. Эволюция произошла. Но когда вы были обезьяны, у вас не было желания стать человеком. У вас не было такого желания. Природа просто подтолкнула вас. Это просто стремление жизни. Это не что-то осознанное. Это стремление жизни становиться лучше. От амеба до нас. Только представьте, какой объем работы был проделан. Невероятно, не так ли? Сколько бы времени ни прошло от превращения одноклеточного существа в человека, какая огромная работа была проделана. Но теперь вы оказались в таком положении, когда ваша эволюция должна быть осознанной. Более 15 тысяч лет назад Ади-йоги сказал, когда семь мудрецов, семь его учеников, задали этот вопрос, как появилась жизнь? Вы слышали о девяти аватарах? Назовете их? Мацья, курма, вараха, вамана, нарасимха, паруширама, Кришна, бутхакальки. Пожалуйста, послушайте, что он говорит. Это очень даже согласуется с тем, что говорил Чарльз Дарвин. Первый — это рыба, мацья аватара. Затем — земноводная жизнь, черепаха. Затем он пропускает все остальные малые формы и переходит к млекопитающим. Первое млекопитающее, о котором мы говорим, это кабан или свинья. Животное, которое сложнее всего убить, это кабан, потому что он сильно укоренен в теле. Даже в наши дни, если вы плохо себя ведете, девочки говорят, он ведет себя как свинья. Да или нет? Если кто-то очень груб, вы говорите, что он похож на свинью. Итак, первое млекопитающее животное — это свинья. Кто следующий? Нарасимха. Нарасимха означает получеловек-полузверь. Следующий — вамана, карлик. Дальше — парашурама, полноценный человек, но взрывной и неконтролируемый, неуравновешенный. Затем — рама, умиротворенный человек. Следующий — Кришна, любящий человек, интенсивный человек. За ним — Будда, медитативный человек. Следующим должен быть мистический человек. Дело не в этих отдельных людях. Они просто обозначают этапы эволюции. Такова природа развития жизни. Во многом здесь существуют параллели с теорией эволюции Дарвина. Теория эволюции Дарвина всего 152 года. Адьоги говорил об этом более 15 тысяч лет назад. И тогда, естественно, возникает следующий вопрос. Можем ли мы эволюционировать дальше? Потому что сейчас, когда вы готовитесь к экзамену, вам хотелось бы иметь немного больше мозгов. Да? Бывает такое или нет? Итак, естественно, возникает вопрос, могу ли я развиваться дальше? Если одноклеточное существо может стать вот таким, могу ли я пойти дальше? Адьоги сказал следующее. Современные неврологи говорят то же самое, но другими словами. Адьоги сказал, что с учетом природы Солнечной системы и арифметики того, как устроены эта планета, Луна и Солнце, эти три аспекта очень важны. Вот почему вся егическая система завязана на них. Эти три аспекта играют важную роль. Без фундаментальных изменений в Солнечной системе ваше тело не сможет эволюционировать дальше. Но вы можете развиваться осознанно. Когда мы говорим, что можем развиваться осознанно, я могу показать вам или можем взять тебя для эксперимента, если хочешь. Мы можем применить к вам кое-что и показать, как ваша базовая генетика изменится за период от трех до девяти месяцев. Если вы будете делать определенные вещи со своей системой, если вы готовы применить к себе определенную дисциплину, то можно будет изменить вашу генетику, изменить ваш уровень интеллекта, изменить ваше восприятие жизни. Так что он сказал, что вы можете эволюционировать сознательно, но физически эволюционировать вы не сможете, если только не изменится Солнечная система. Современные неврологи говорят нечто очень похожее. Итак, если вы идете вперед, выбирайте Дарвина. Если хотите идти назад, назад — это неплохое место. Если вы хотите идти назад, не думайте, что назад — это плохо. Нет. Если вы хотите раствориться, идите в направлении к Богу. Если хотите развиваться, есть только одно направление. Это два разных способа сделать одно и то же. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!